Анатолий Эдуардович, когда планируется уже начать строительство и какие этапы должна пройти земля, прежде чем инвесторы увидят на ней строящиеся объекты? Я уже сказал, что мы выйдем на площадку в июне. Раньше, чем земля будет наша, мы не можем выйти на площадку, это будет нарушение законодательства. Хотя там уже определенные работы ведутся, мы уже планируем, что строить, как строить. И первым этапом это будет забор, образно говоря, ограждение. Это будет первый проект. Почему? Потому что мы будем делать ее как охранную систему. Будет струнная ограда, она легкая, ажурная, где будут осветительные столбы, где будут стоять определенные датчики. И вот поверху ездить модель юнибуса, тоже с датчиками, с телевизионными камерами, которая может сканировать вокруг ситуацию и передавать диспетчеру в охранную систему. То есть это мы хотим сделать как проект для охраны особо охраняемых объектов, такие как атомные электростанции, воинские части, аэропорты. Мы даже вот на заборе, просто забор, да, хотим сделать первый проект, да. Мы начнем ее строить в июне месяце. Модель уже мы делаем, которая будет там двигаться масштабом 1-10. И после того, как мы получим землю, сразу начнем строить фундаменты, потому что у нас уже есть проект и тестовых участков, и станций, и вокзалов, и того, что мы там будем испытывать. Испытать испытательное оборудование у нас будет тоже площадка для испытаний. И у нас будет производство, цеха. Поэтому уже документация практически на все готова. И начнем мы строиться с фундамента. Тоже в июне. При этом мы берем не один участок земли, а два. Общей площадью 95 гектаров. Это почти квадратный километр. При этом мы в одном месте покажем тестовые участки, озелененные, с экологией, восстановленные. Там сейчас, можно сказать, болото. Ну, не болото, а обводненная территория. Там будут сады, там будет, образно говоря, рожка лосится, виноградники расти. Это очень важно. Почему? Потому что мы должны показать, что наша система Skyway, она экологически чистая, безопасная. И мы можем выращивать прямо под трассой продукты питания и употреблять это в пищу. Я первый буду есть там клубнику, виноград, который вырастет под трассой, чтобы показать, она продукция чистая. И уже, исходя из этого, у нас много заказчиков. Там, где убита земля, где ее вообще нету, допустим, пустыни. Те же, та же Саудовская Аравия, те же Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Египет. Они наши потенциальные заказчики, мы ведем с ними переговоры. И вот то, что мы дадим им еще и почву, которой у них нет, и мы сделаем из гумуса, который мы же сами приготовим здесь, в Белоруссии, это их вдохновляет на то, чтобы с нами работать. Поэтому вот эти работы начнутся в июне. Осенью уже можно с ним ставить опоры и уже натягивать струны. Зимой, ну и строить уже цеха для производства. И где-то зимой, уже весной, мы начнем монтировать путевую структуру, чтобы летом следующих годов уже начинать тестовое испытание, оборудование, которое будет поставлено на полигон, на тестовые участки. И к осени следующего года уже мы планируем сделать пусконаладочные работы, чтобы показать городскую систему и грузовую систему. И после этого уже можно сертифицировать, то есть это будет осень следующего года, и выходить на рынок вот с этими системами. Что касается скоростной, высокоскоростной системы Skyway, то там достаточно большой протяженный участок, нужно делать не менее 15 километров, поэтому, естественно, мы целиком построим уже только в 2017 году. После чего сертифицируем и выйдем уже на мировой рынок с скоростной системой. Поэтому, если подытожить то, что я сказал, значит осенью следующего года мы планируем показать действующие уже системы, грузовую и городскую, а еще через год, в 2017 году, уже действующую систему, сертифицированную, высокоскоростную. И поскольку у нас такие планы, и мы в том числе подтверждаем серьезность этих планов и осуществимость этих планов перед заказчиками, то они уже начинают нам верить, и мы уже начинаем заключать сейчас предконтракты на поставку наших систем по миру. И переговоры сейчас я веду во многих странах по этому поводу.